и снова всем велкам это снова я и на этот раз у нас небольшая покатушка небольшая по городу из токио в сайтаму на вот синим байки как я вам и обещал немного от потеплее стало мы сейчас проедем ся посмотрим что да как все погнали тут у нас вот небольшой перекресток да нет что-то хрень какая-то здесь на дороге это 20 трасса значит что я могу сказать очень хреновая загруженная очень сильно очень сильно загружена и постоянно здесь у них пробки много светофоров узкая не люблю я по ней ездить конечно но еду в сайтаму из канагавы поэтому другого варианта здесь нет либо объезжать далеко либо вот только по этой трассе так ладно перестроимся на поворот кто-то идет что-ли да ну давай поворачиваешь тогда чё ж теперь подождем подождем пропустим как культурные люди сейчас погода классная порядка где-то 15 20 градусов тепла зимняя покатушка сейчас зима в японии конец февраля конец февраля самый холодный месяц в японии это вот февраль в году примерно бывает там 5 градусов иногда плюс бывает значит 15 градусов там тоже плюс то есть ну когда как зависит вот зависит вот циклонов и антициклонов там что там приносят сюда с океана или с моря сибири то холодный будет значит погода а если с океана там с гавайев с филиппин то значит теплой будет погода но сейчас нормально я считаю оптимальная самая такая погодка для покатушек тут тут и ветра особо сильного нет и значит температура воздуха хорошая осадков нет неба чистая вот прям отлично так 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 надеюсь надеюсь что это звук то что у меня микрофон сейчас практически на улице за так видно норм надеюсь вот вот у нас вообще куда вверх не немного вниз да направим камеру но думаю оптимально экрана нет посмотреть не могу чуть батарейка села на экране на пульте точнее но пока только так у нас тут разветвление мне налево надо можно в принципе немного рассказать про зимнюю покатушку вот в целом как как вообще в Японии с сезоном то есть сезон не закрывается в тех районах где снега нет где снега много значит или там северные районы естественно закрывается потому что много снега вы не проедете просто на мотоцикле там там реально много снега это не то что вот как то есть вот если видели там может засыпает значит на Хоккайдо там например у них там 2-3 метра высота этого снежного покрова и там в туннелях таких автобусы катаются вот значит вот это называется вот снег в Японии обычно если упадает там за сутки метр может насыпать очень много поэтому на мотоцикле не комфортно ездить по глубокому снегу особенно если это все мокрое обычно это мокрое все снег просто мешает и мокрый скользкий снег это жопа вообще если вы на сликах или на слабой зубастой резине такой но я то на оффроуде еду как бы норм но вот да если у вас не не оффроуд то будет хреновенько на скутере вообще убийство кататься да ну как я и говорил значит пробки здесь везде так ну можно конечно было проехать ну хрен на него вон кстати видно цена на бензин я знаю там видно вам нет оно цена на бензин да так а че у нас это кстати нормально нормально меня хоть нормально видно или нет я чё то не знаю вообще этот в камеры или может чуть поднять там вот так чутка поднять надо камера цены на бензин пожалуйста в йенах 136 обычный это 95 98 147 и дизель 121 то есть делим на 2 получаем цену в рублях то есть 137 на 2 вот и выходит вам цена в рублях практически 70 рублей за литр 70 рублей за литр 95 где-то там 75 за 98 и 60 за диз топлива так как вот че это блин ни хрена эту стрелку не видно вообще это какая-то жопа какая-то кто такое придумал блин здесь мост такой интересный немного закрепим вот митсубиши моторс кстати вот до сих пор достаточно популярные машины в японии я не знаю сейчас как они за в европе там популярно нет но здесь вот очень много ездит на них мако какой-то nissan nissan пиццерия вот прикольно тут где-то радар кстати есть сейчас я покажу как выглядят радары которые фотофиксации в японии если вы не знали как выглядит вот сейчас вот будет впереди прям метров 200 до него вон там вверху висит это обычно две таких зум камеры то есть большие камеры и подсветка с ну этот инфракрасные значит прожектора значит в этих встроенные рядом стоят вот так вот выглядят и полоса обязательно полоска впереди на дороге должно быть сейчас увидим вот 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 полоска видите две полосы короче они фоткают прям аккурат перед полосой то есть если вы едете ну например превышаете видите камеру а полоса еще не скоро перед вами то вот перед полосой у вас еще есть шанс затормозить то есть вы там прям тормозите смотрите кстати вот впереди кстати старенькая такая машинка интересная сейчас догоним глянем вот тормозите перед полосой и если у вас скорость в пределах нормы до полосы ну то есть когда вы пересекаете ее то окей все все норм но если же нет то она вас фоткает вот эта техника вот это да ты посмотри чё кабриолет вообще супер да это же каких годов машину то я даже не знаю но выглядят красиво красиво и едет даже главное смотри-ка прям без проблем то есть то есть она она своим ходом ездит и то есть никаких там этих не на эвакуаторе как некоторые там надо до выставок ездит то есть вот люди заморачиваются считай антиквариат практически раритетный автомобиль там может тридцатых годов я не знаю там отреставрировали сделали он на ходу теперь он но мотосалон бмв вот это да тут да конечно столько мотоциклов второй этаж у них там блин чё только нет а смотри столько много ну а сейчас я покажу кстати место где я раньше работал но потом его как бы там закрыли компания закрылась там и сделали мотосалон ну вот тут справа с и 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 Во, во, во. Изи Райдер называется. Чопперы теперь там. Это как Вест Каст Кастом... Как он там называется? Чопперы, да? Или Вест Каст Кастомс назывался этот у них. Так, а мне вот надо налево сейчас. Да, и там, кстати, классные чопперы стоят, прям офигенных таких этих дизайнерских проектов интересно выглядят. Не как вот обычные у нас привыкли там, да, там просто вилка удлиняет и все. А там реально прям вот чопперы, они собирают с... Ну, сами рамы делают, сами, в общем, этот двигатель туда ставят. Ну, вот как прям вот в передаче, да, это вот было там. Показывали люди там. Сами конструировали чопперы. Вот так же здесь делают. Ну, будет время, я как-нибудь туда тоже заеду. Интересный мотосалон. Потому что это кастомная мастерская. Снимать там, посмотреть, что там вообще есть. Блин, вот это вообще, конечно, жопа. Задом заезжают, блин, по встречке. Ну, это... Охреневший совсем. Так, ну, а мы продолжаем ехать в Сайтаму. У нас еще 20 километров пути впереди. И я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что, блин, потом звук придется вообще вырезать, если будет плохо слышно. Так, здесь, короче, херни какая-то. Там велосипедист едет. Я там не проеду, да? Потому что он мне не даст. Ладно. Проедем немного в тишине. Я там не проеду. Идем напрямки, значит сейчас туннельчик будет. Там в туннель, и по туннелю, по туннелю, вниз, тут и карковщики стоят, насколько я помню, здесь туннель должен быть, фиг знает, что они там встают, а светофор, светофор и там пробочка небольшая. Ну, как-то так. Знаю, там аруль вообще видно, нет? Тут, наверное, крыло только чуть-чуть видно, да, получается? Вот если вот так сделать. Так, получше, наверное, бой, да? Пока еще туннеля нет, он похоже был. Скорая вон в пробке стоит. Вот видите, какие пробки, а вы говорите, Москва, Москва, вот в Токио, вон, пожалуйста. У нас что-то хренище просто. А вот Энджек, Энниджет, вот здесь я люблю заправляться. Да, здесь бензин чуть подороже, может показаться, но на самом деле там скидки очень большие. То есть вот, чтобы вы представляли, к примеру, в обычный день, если вы приезжаете, там купон дают. Вот если у вас есть, скажем, бесключевой вот такой вот по RFID вот такой Nikkei, если есть, вы можете получить купон еще к нему на скидку. То есть он сам дает, там, по-моему, 2 иены с литра скидку, плюс еще купон дает 3 иены с литра скидку. То есть и того 5 иен скидка идет с литра. А если, ну это примерно рубль, да? Нет, 2,5 рубля, о. А есть еще дни, скажем так, акционные. Это каждый вторник и среду, насколько я помню. Там по карточке, ну то есть такая карточка, там она со 100 иен всего стоит, то есть 50 рублей. Вот, значит, по этой карточке уже идет 10 иен скидка с литра. Это 5 рублей. 5 рублей с литра, это очень приличная скидка, я бы сказал. Даже для Японии. Но это только на заправках, которые селфу, ну то есть самообслуживание. Есть заправки самообслуживания, есть заправки обслуживания, ну то есть обслуживаемые. Еще там нет никого. Вот, какая разница между этими заправками. Ну в России у нас, я насколько помню, там в основном все заправки такие вроде как полусамо, полусервис там. То есть те, которые самообслуживание, то есть вы приезжаете сами, а плачь там нет никого практически на этой заправке, она полностью автоматическая. То есть там стоят терминалы оплаты, то есть туда и деньги суют, можно засовывать эти банкноты, и значит, и она выдает сдачу, и все там как бы, все автоматически. Заправляется, вообще оператор не требуется, ни кассира, ничего. Вы просто приезжаете, заплатили, заправились, уехали, все. А есть, которые, сервис, ну как бы это, уже не самообслуживание, а обычные заправки. Вот на них там стоят эти, ну обычно они в Токио в основном, или где-то в крупных городах. И там стоят мужички там, вас, значит, встречают, там помогают заехать или выехать. Если там вы на машине, там специально, если вы задом сдаете или еще как-то там на дорогу, выезжаете, вам помогает это сделать. Плюс там стекла протирает, значит, там фары, все номер, там туда-сюда, это все. Это как бы уже входит в сервис, то есть стоимость вот то, что вы платите. Сами вас заправляют, сами там относят, то и там, если вы там по карточке или по наличке, то есть сами деньги относят, приносят. То есть, как бы все, все для вас делают, как бы, ну чтобы вы просто сидели вообще внутри, на водительском сидении и не выходили оттуда. Вот, за такой сервис нужно платить, ну там литр будет уже стоить где-то йен на 10 дороже, к примеру. Я так на вскидку говорю. То есть, если вы на самообслуживание приезжаете, там 140 йен, 139, то на той заправке будет там 150, 150, может быть, ну 149, 152, ну так где-то. Это все зависит от, как сказать, бренда, где, кто какой бренд там. Окей, поехали. Вот сейчас туннельчик будет, по-моему. Логи, туннель. Что-то, блин, как-то вы едете, не пойму. Ладно, поедем здесь, Кремн, Нос. Хотел проехать, но не дали. В общем, вот. И тут уже вы сами смотрите, выбираете, какой вам, какая вам заправка лучше. Либо это сервис будет, либо... Ну, давай уж и трем потом, заезжай. О, нормалек. Фигни, тут там с дальником, блин, ездят. Я не culminал. Я не сделаю. Поехали. Ответ.